Различные формы и размеры создают разные типы энергетических структур. Эти энергетические структуры могут определять ваше психологическое и эмоциональное состояние. Однако определенные вещества могут изменять атмосферу. Это ценный и редкий материал, и вам придется пройти многие километры, чтобы получить достаточное количество смолы. Он просто делает атмосферу более живой. На протяжении тысячелетий благовония использовались почти во всех культурах для призыва богов, поддержки медитации, а также для оздоровления и медицинских целей. Сжигание трав и смол является важной частью как культуры Индии, так и культуры североамериканских индейцев. Не могли бы вы рассказать о значении возжигания благовоний и о том, как их следует использовать в наше время? А, вот почему здесь дым. И этот вопрос от Эшли. Благовония после сжигания становится пеплом. Без пепла нет и благовоний. Что ж, значимость в том, что во время сгорания определенных субстанций... Во-первых, конечно, есть аромат, приятный для обоняния. И сжигание благовоний связано с атмосферой, а не с вами. Потому что в разных местах, особенно в помещении, в разных помещениях есть разные виды, с одной стороны, запах, но также есть определенные энергетические структуры. Их образует размер и форма комнаты. Вот почему такое внимание уделяется форме и размеру комнаты. В индийской культуре большое внимание уделяется форме и размеру комнаты, в которой вы живете. Потому что в некотором роде, если комната не сильно проветривается... Когда я говорю «сильно проветривается», я имею в виду, воздух проникает с двух сторон. Тогда ощущение почти как на открытом воздухе. Это другое. Большинство домов строится иначе. Потому что есть соседи, нельзя открыть слишком много окон. Так это не работает. Есть погода, есть много всего. А также кондиционеры, хуже не придумаешь. Таким образом, разные формы и размеры создают различные виды энергетических структур. Эти энергетические структуры, если они станут очень сильными, могут определять ваше психологическое и эмоциональное состояние, которое может быть либо благоприятным, либо стать препятствием в том, кем вы хотите быть. Некоторые вещества, такие как сандал в Индии, также есть то, что называется самрани, очень мощное средство, которое используют даже тогда, когда люди болеют. Первое, что делают, используют самрани. И сегодня подтверждено. Он убивает определенные виды бактерий в воздухе и на поверхностях. Поэтому, особенно если в доме есть больной человек, самрани повсюду. Если устраиваться в какое-нибудь благоприятное событие, повсюду будет самрани. Это определенный вид смолы. Жидкость из дерева. Что ж, в погоне за самрани в лесу есть такие массивные деревья. Люди надрезают деревья, они твердые снаружи, но внутри есть полости. В полость стекает смола. Мы не знаем, по крайней мере, я не знаю, какова природная причина появления этих смол. Но люди их собирают. Это ценное и редкое вещество. И вам придется пройти многие километры, чтобы получить достаточное количество смолы. Потому что деревья должны быть зрелыми. Это означает, что им должно быть от 30 до 50 лет. Иначе смолу добыть не получится. Благовоние оказывает сильное влияние на атмосферу. Это не обязательно аромат. Это другое. Очищается воздух. Он просто делает атмосферу более живой. По сути, какие бы структуры ни были в помещении, атмосфера в нем становится словно на открытом воздухе. Не нужно жечь слишком много, иначе можно вычихать свои мозги. Достаточно небольшого количества самрани, чтобы почувствовать себя словно на открытом воздухе, так как создается неструктурированное пространство. Особенно если умирает член семьи. Самрани продолжают жечь на протяжении 11-12 дней, потому что хотят полностью очистить воздух. Это более тонкие аспекты. Но я немного опасаюсь говорить об этом в Соединенных Штатах, потому что здесь уже и так хватает Нью-Эйдж культуры. Когда я впервые приехал в Нэшвилл, мне сказали, «Садгуру, у нас проходит духовная выставка». Я спросил, что? «Духовная выставка? Даже в Индии такое случается только раз в 12 лет». Нет-нет, у нас проходит каждый год. Я сказал, что хочу посмотреть. Они сказали, «Хорошо, пойдемте». Во второй половине дня они пришли за мной и сказали, «Садгуру, нам выделили время для вашего выступления на выставке». Я сказал, «Отлично, я впервые в Соединенных Штатах». И подумал, «Ого, духовная выставка». Я поехал туда, там был огромный шатер. И когда мы вошли, на полную громкость играла музыка кантри. Очевидно, это была группа, которой не нашлось бы другого оплачиваемого выступления. Может быть, вечером приехали бы более известные группы. Днем — это пустая сцена. Любой может пользоваться аудиосистемой. Они гремели как могли. Я сказал, «Хорошо, духовная выставка». Но ничего страшного, музыка — это просто культура. Я сосредоточусь на духовной выставке. И вошел внутрь. Кто-то продавал духовное банное мыло. Я сказал, «Ух ты!» Кто-то продавал духовный камень, какой-то камешек, который назвали духовным. Там были корни, травы, одно, другое. Не уверен, продавались ли там зубные щетки. Тогда я подумал, это как индийский рынок. В индийских деревнях есть такие развалы. Воскресные ярмарки, рынки по средам или по понедельникам. На них продается самая разная экзотика. Например, корень вот так скрученный. Он не должен быть прямым. Не могу показать это пальцем. Итак, если его использовать, этот корень может сделать вас невидимым. Вы должны измельчить его вместе с левой челюстью самки кита. При этом кит должен быть живым. Что значит, надо подплыть, отрезать кусок челюсти кита, и если вы разотрете их вместе, произнесете некую мантру, и затем нанесете эту пасту на верхнее небо, то можете стать невидимыми. Вообще-то, если вы попадете в пасть кита, то в любом случае станете невидимыми. Как бы там ни было, это было похоже на индийскую сельскую ярмарку. Там также продавали всевозможные экзотические благовония. Благовония оказывают определенное воздействие, но не переусердствуйте с ними. Не думайте, что это определит вашу духовную природу. Они могут немного изменить атмосферу. Не нужно переоценивать их значимость. Определенное воздействие у них есть. Их можно использовать разумно. Но в наши дни благовония делают из химических веществ. Такие лучше не жечь. У нас уже достаточно химикатов на улицах, в промышленности, в заводских цехах, повсюду вокруг химикаты. По крайней мере, в своем доме не сжигайте химически сделанные благовония. Полагаю, что 70 или 80% того, что доступно сегодня на рынке, сделано из химических веществ. Проверяйте состав, прежде чем их сжигать. Это очень важно, потому что если вы сжигаете химикаты в закрытом помещении, они будут оказывать крайне негативное влияние. Так что это должны быть натуральные смолы и эфирные масла и тому подобное, чтобы оказать нужное воздействие. Воздействие невелико, но если оно вам необходимо, благовония определенно помогают. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok